Речь идет о перспективах молекулярной диагностики. Я когда поставил этот вопрос, то, ну, мне кажется, что самое важное, если мы говорим о перспективах, все-таки выделить те направления, которые, ну, в ближайшие пять лет так или иначе будут доминировать с точки зрения, что их будут обсуждать. Ну, и давайте вот это фактически план сегодняшнего доклада. Значит, первое – секвенирование нового поколения. Тут все, в общем, согласны, что это действительно главное событие за последние десятки лет, которое все равно видоизменит жизнь и онкологов, и диагностики. Дальше. Проблема внутриопухолевой гетерогенности опухоли. Там ожидается очень яркий пример, который я много раз показываю. Надеюсь, что буду показывать. Это важная вещь. На сегодняшний день львиная доля молекулярных тестов – это на старте лечения. Вот если мы говорим про ребиопсию, про повторные какие-то анализы, пока это практикуется мало. Значит, это третья позиция, которую нужно обсуждать. И четвертое – это неинвазивные методы, чтобы… То есть, в идеале, вы понимаете, вот посмотрите, какая сейчас на самом деле идет оживленная дискуссия между теми, у себя это много материала, мало материала. В идеале бы иметь метод, который позволяет вообще неинвазивно получать те же результаты. Согласитесь, ну, для всех было бы лучше, кроме тех, кто делает инвазивные методы. Секвенирование нового поколения. Значит, так или иначе, неважно, какая платформа, идея такая, что технологическая платформа, которая с большими экономическими затратами и с недопустимо пока большими затратами времени, но так или иначе позволяет одновременно проанализировать десятки, сотни генов, вплоть до всего генома. В 2012 году, когда у нас появился аппарат для секвенирования нового поколения, то все смотрели очень оптимистично, что через пять лет все это станет доступным, это сейчас очень дорого, а тут все будет адаптировано. За шесть лет никаких изменений в лучшую сторону нет. Остается очень сложной лабораторной методикой. Секвенирование нового поколения очень сложно делать, потому что это очень сложная методика. Вторая, цены упали, никак не упали, там, к сожалению, есть монополия фактически, и получается, что эти методы, как и были экономически недоступными, они таковыми и остаются. Но так или иначе, так или иначе, у нас секвенирование нового поколения сегодня применяется. У него какие точки применения? Если мы говорим, условно скажем, рак легкого, там более или менее все понятно. Надо сделать тесты GFR, АЛК, РОС, МЕД, БИРАФ и так далее. Это все равно обозримое будущее, и хорошая вероятность найти каждую мутацию. А теперь возьмем рак молочной железы. Будем ли мы делать GFR-тестирование? Нет, потому что получается, что там вероятность найти мутацию одна на 10 тысяч. Невозможно 10 тысяч больных сделать тесты ради одного. Соответственно, то, что подобные мутации редко бывают в других типах опухолях, это никто не отрицает. Идеология какая? Мы возьмем все известные гены, для которых есть лекарства. Их несколько десятков. И мы возьмем все опухоли подряд. И получается, что если вот эти несколько десятков генов анализировать в нетипичных опухолях, то суммарная частота нахождения хороших мутаций не такая плохая, примерно 2%. Потому что если вы один делаете, поделите 2% на 60, а если вы все вместе делаете, тут уже статистика ничего. Технически анализ за анализом, как сегодня работают стандарты лаборатории, это не сделать. А мультигенное секвенирование – это выход. Второе направление – НГС. Опять же, сегодня уже Даниил Львович говорил, это совокупная мутационная нагрузка. Это пока не диагностический тест. И за стоимость, и за сроков. Но будем надеяться, что все-таки это все… Я не могу сказать, через сколько лет, но рано или поздно, конечно, это все станет более доступным, чем сейчас. Что показывают клинические испытания? Проблема заключается в том, что очень любим мы с энтузиазмом говорить о новых технологиях, но здесь две крайности. Если эти технологии мало доступны, вообще отрицается их роль. А если они хорошо доступны, то это выдается за панацею. Огромное количество пациентов сейчас стремится сделать полный анализ всех генов в отчаянной попытке найти хоть какую-то надежду на лечение. Так или иначе, эти тесты назначаются врачами. Здесь есть определенный конфликт интересов, потому что на самом деле фирмы, которые осуществляют подобный сервис, они ищут отношения с врачами, чтобы подобные тесты назначались. И я видел уже десятки пациентов, которые подобный тест сделали. Какова вероятность, что вот этот тест, который, в общем-то, непростая задача, в первую очередь, с точки зрения цены, если у человека добровольная медицинская страховка, так ради бога пусть делают. Я говорю про обычного человека, которому эти вещи менее доступны. Какова вероятность того, что будет что-то найдено полезное? Маленькое, 2%, но ее отрицать нельзя. Вот 2% много или мало, все-таки, если мы говорим про тысячи человек, которые проанализированы в клинических испытаниях, то это, конечно, в общем-то, отдельные люди. Так или иначе, так или иначе, получается, что, вот посмотрите статистика, что 2% больных, и у них уже после того, как исчерпаны все стандартные опции к лечению, подобная у этих 2% больных, подобная попытка прибавила к жизни ровно год. Много или это мало? Ну, судите сами, согласитесь, если бы тест был доступный и бесплатный, всем бы назначали, а вот с учетом тех нюансов, которые есть, это так просто. Дальше здесь есть попытки, все, что было раньше, ну, грубо говоря, до прошедшего года. Там все просто. Нашли мутацию, GFR-мутация, назначаем гифетинип, нашли ЛК-кризетинип и так далее. Сейчас какие-то попытки немножко другие, попытаться анализировать, назначать комбинированную терапию. Но здесь вот эти критерии к тому, что мы считаем полезной мутацией, кто нет, они ослаблены. Ну, посмотрите вот это исследование. П-53 мутации, где-то они здесь на слайде, да? Из какой-то кабинетной науки, лабораторных экспериментов считается, что если опухоль содержит мутацию П-53, то у нее выше вероятность ответа на, если к терапии добавляются ингибиторы ангиогенеза. Ну, если вы мое мнение скажете, то мне не кажется, это логика убедительная, то есть это все, ну, непросто продемонстрировать. И опять же, я клинических испытаний никаких не знаю, чтобы авастин лучше действовал на тех больных, у которых П-53 мутация. Но так или иначе, сами себя специалисты уговаривают и начинают назначать комбинации. И если верить статистике, если у человека несколько полезных событий, ну, туда же и ПДЛ-экспрессия входит. То есть, грубо говоря, ПДЛ-экспрессия есть, назначили иммунотерапию. То есть, получается, огромное количество этих случайных больных получают иммунотерапию на основе подобного теста. Ну, тут, конечно, уже вроде и получше цифры, но опять же, что с чем мы сравниваем? И так мы знаем, что на иммунотерапию при подавляющем большинстве видов опухолей, в общем-то, будет хороший ответ. Есть вероятность ответа, особенно если ПДЛ-экспрессируется. Поэтому, на мой взгляд, тут смешиваются совершенно разные вещи. То, что более или менее является стандартным медицины, пусть даже при другой локализации. И то, что, в общем-то, является, ну, действительно, иголкой в стоге сена, попытка найти драйверные мутации. Еще одна инновация, попытаться добавить к мутационным тестам, добавить экспрессионные тесты. Ну, какова тут логика по-простому? Вот у нас есть АЛК-ангибитор. Да, для АЛК-ангибитора мы транслокацию знаем. И тогда мы назначаем АЛК-ангибитор, кризиснип и так далее. Но бывают редкие случаи, у нас они бывают, когда очень сильная экспрессия в опухоли АЛК. На самом-то деле, из литературы известно, что такие опухоли могут отвечать на терапию кризиснипом. Ну, соответственно, что здесь делают специалисты? Они сознательно, помимо анализа всех мутаций, еще добавляют анализ экспрессии в всех генах. И когда есть явная экспрессия гена мишени, хердва, герцептин, АЛК, кризиснип, ИГФР, ИГФР-антитела и так далее и тому подобное. Ну, тоже, в общем-то, здесь показывают достаточно ожидаемый результат. Если у человека больше мишеней, таких пусть даже эфемерных во многом, больше вероятности ответа. Так или иначе, к сожалению, все вот эти... Польза. Ну, посмотрите, вроде бы цифра здесь хорошая, 26%, каждый четвертый больной ответил на лечение. Но это же не только объективный ответ, это стабилизация 6 месяцев. Опытные врачи знают, что какой-то процент больных, если их не лечить, они тоже будут стабильны 6 месяцев. Поэтому где здесь действительно эффекты, а где, в общем-то, видимость эффекта, сложно сказать. Но клиническая наука в этом направлении делается. Гетерогенность опухоли. Я эти слайды показывал уже десятки раз, и все равно я с удовольствием показываю очередной раз, даже заведомо понимаю, что кому-то это все надоело. Ну, помните, я говорил про наследственные раки, у нас есть изумительная мишень, это БРК-дефицит. Мы когда планировали эту работу, мы ее задумывали достаточно примитивно. Идея была такая, что у нас каждый пятый случай рака яичника все равно наследственный. Всех больных раком яичника все равно лечат препаратами платины. Мы хотели открыть колесо. То есть показать, что у нас пациенты, у которых наследственная разновидность рака яичника, лучше реагирует на терапию, чем те, у которых обычный споразический рак. Ну, так оно и получается. Посмотрите на водопад, действительно у нас лучшие, очень хорошие результаты лечения, краткосрочные у пациентов с наследственным раком. А теперь это неодевантная терапия. Посмотрите, что получается. Усредненная пациентка с наследственным раком, она получает неодевантную терапию циплатином, у нее моментально исчезает опухоль, дальше хирург делает операцию. И у всех таких больных практически можно добиться полной циторедукции, полностью удалить все видимые опухоли и массы. Опухоль чувствительных платине. Платинная терапия на несколько, многократно уменьшила размер опухоли, и теперь вам осталась этой же платиновой терапией, которая уже ин виво тестом продемонстрировала свою эффективность. Уничтожить, элиминировать оставшиеся невидимые опухолевые клетки. Казалось бы, это намного проще, чем уменьшать опухолевую массу. Такие больные должны вылечиваться. Почему они все рецидивируют в течение года? Вот ответ. Посмотрите, вот у вас исходная опухоль, у нее есть мишень, это действительно дефицит гена БРК. Вот у нас опухоль, которую удалил хирург в процессе операции. Что показывает молекулярный анализ? Молекулярный анализ показывает, что в остаточном опухолевом материале больше нет мишени. Там интактная нормальная функция гена БРК. Именно поэтому послеоперационная терапия абсолютно безрезультатна, потому что нет мишени. Теперь самый главный вопрос. Неодевантная терапия несколько недель длится. Это эволюция опухоли? То есть, это клетки так или иначе приобрели какое-то новое качество, чтобы стать платинорезистентными? Нет. Оказывается, в опухоли предсуществуют клетки, и их можно визуализировать, которые имеют сохранный БРК-статус. Таким образом, опухоль состоит из смеси клеток. Подавляющее большинство клеток – это клетки БРК-дефицитные, которые реагируют на препарат платья. Но опухоль всегда для каких-то биологических нужд имеет небольшое количество персистирующих клеток, у которых еще сохранна БРК-функция. И вот эти клетки обеспечивают субстрат для рецидивов. Именно поэтому стандартными методами терапии рак яичника не вылечить. Ну и посмотрите, это я уже в предыдущем фрагменте показывал наше клиническое испытание, где всегда в попытке элиминировать остаточные клеточные клоны это принято в онкологии – комбинировать препараты. И вот у нас два препарата – это цисплатин и метамицин, они комбинируются. Больше всего, мне кажется, важным то, что мы впервые за всю историю лечения наследственных раков, ну, по крайней мере, у нас в клинике, сложно говорить про других, увидели случай полного морфологического ответа после неодевантной терапии. Потому что если полного морфологического ответа нет, к сожалению, это коррелирует очень сильно с высочайшей вероятностью рецидива. Если увидели полный морфологический ответ при тщательном анализе препарата, это очень высокая вероятность, что эти пациентки излечены от распространенного, от метастатического рака. Следующий аспект – это мультигенные экспрессионные индексы. Тоже, в общем, перспективы. И опять же, у нас есть достаточно навязчивая реклама этих экспрессионных тестов, ну, в частности, онкотайп ДХ, то есть довольно много я видел больных, которые так или иначе через зарубежные страны подобную диагностику делали. Мультигенные тесты – идея какая? Значит, у вас есть… Вы анализируете экспрессию нескольких генов, и потом у вас компьютер определяет определенный индекс. Тут есть специфика патентования. Вы не можете запатентовать ген, то есть сказать, что вот этот ген нужно анализировать, это моя интеллектуальная собственность. Но зато вы можете запатентовать алгоритм, как оценивать вот эти результаты. И поэтому вот этот весь интегральный анализ, в нем, конечно, есть смысл, я никоим образом не хочу быть брюзгой, но почему именно эти тесты пережились? Потому что они патентопригодны. Существенный момент, что эти мультигенные тесты все выполняются централизованно, там нет локализации. Это не то, что вы набор купили и делаете, это вы посылаете материал в зарубежную лабораторию. Ну, для нашей страны с таможенными регуляциями это вообще неприемлемо ни в каком виде. Но самая главная проблема этих тестов, то, что они демонстрируют корреляции с характеристиками болезни, несомненно. Проблема заключается в том, что они добавляют к стандартному клиническому и морфологическому обследованию больного. Ну, в частности, я видел очень такую сбалансированную точку зрения, когда спорили по поводу этих экспрессионных тестов в нулевых годах. Один из их инвенторов сказал, да понимаете, там проблема-то, я хотел это создать не как что-то новое, у нас колоссальные проблемы по воспроизводимости данных по степени злокачественности рака молочной железы. Если по первой и третьей степени злокачественности более или менее совпадают мнения морфологов, то вот эта промежуточная зона из второй попадает в третью или первую, грубо говоря, это колоссальная проблема, потому что от этого может зависеть лечение. И идея была, в частности, ну вот о том, что мы сегодня весь день говорим, создать какой-то автоматизированный алгоритм, который позволит вне зависимости от морфологов получать один и тот же результат. Ну, так или иначе, те мультигенные тесты, которые у нас сегодня есть, честно говоря, с учетом того, что они испытывались без поправки на клинические параметры, и с учетом того, что они малодоступны, и, в общем, честно говоря, я немножко всегда удивляюсь, когда посылают наши врачи, пациентов, поощряют, чтобы они подобное тестирование делают. Мне кажется, что эта вещь малооправданная, ну, по крайней мере, ну, все-таки, так или иначе, страховка в США покрывает, поэтому есть частные мнения, а есть все-таки стереотип поведения медицинского сообщества, его надо, несомненно, уважать. Ну, вот еще один пример, когда знания не всегда дают результат. Отдельная проблема у нас в гостях здесь один из ведущих специалистов мира по опухолям неизвестных локализаций, Павлидис, он много был в президиуме, ну, они как раз очень много делали для того, чтобы создать способы у вас аденокарцинома неизвестной локализации метастатической, как узнать из какого органа. Ну, вот если брать молекулярные тесты, все те же экспрессионные тесты, то вы можете узнать, откуда опухоль, то есть можете поставить диагноз. Проблема заключается в том, что ни на йоту не улучшаются результаты лечения больных. Одни пациенты, посмотрите, рандомизированные испытания. Одни пациенты получают карбоплатин с токсанами, ну, то, что полагается при аденокарциномах, неизвестная локализация, а другие получают органоспецифическое лечение. Никакой разницы. Ну, вот вам пример, что диагностика, конечно, хорошо, и тщательный анализ. Мы должны знать, что мы лечим. Но если брать рандомизированные испытания, то это не гарантия, что это хоть что-то даст, хоть какую-то минимальную прибавку. Жидкостная биопсия. Ну, тоже много ей увлекаются, вполне, вполне отным причинам. Это технологически интересно, потому что новые методы, и вообще вот это, понимаете, первичный диагноз, все-таки он не является большой проблемой. Проблема, что мы не можем каждые два месяца делать пациенту биопсию, чтобы знать, как изменилась опухоль. А сейчас же препараты появились, ну, в частности, антагонисты Т790М и GFR-рецептор. То есть это стало, в общем-то, востребованным тестом. Но здесь тоже колоссальные проблемы, потому что, получается, далеко не все опухоли у вас распадаются. Рак молочной железы на операбельных стадиях почти не выделяет ДНК в кровоток. А денокарцинома, где нужнее всего вот этот анализ мутации, не выделяет ДНК в кровоток, пока не происходит катастрофа, пока опухоль не начинает принимать большие размеры. Поэтому здесь выйдутся попытки, как улучшить эффективность подобных методов. Но пока-то все-таки, если честно, то у нас свой опыт жидкостной биопсии. Ну, огромное количество пациентов, у которых, в общем-то, какие-то признаки опухоли есть, грубо говоря, а жидкостной биопсии, там нет опухолевой ДНК. Обычная ДНК есть, а опухолевой нет. Оптимисты считают, что так или иначе будет разработана при помощи молекулярных методов подходы к ранней диагностике рака. И здесь есть статьи. Ну, так или иначе, надо понимать, что мы говорим о перспективе. Сегодня об этом и речи быть не может. Но то, что работы в этом направлении идут, все понимают, что это важно, нужно и так далее. Есть совсем другого плана тесты, на самом-то деле. Ну, то, что делали на собаках, но не очень пока делали на человеке, это когда вообще иголка, специальная такая щетка, которая прокалывает опухоль в нескольких местах. И с каждой иголкой вводится отдельный препарат. Смотрится процент программируемой клеточной гибели, апоптозы гибнущих клеток, морфолог смотрит. И в зависимости от этого подбирается лечение. Авторы метода говорят, что на собаках у него в общем вполне обещающие результаты. Ну, конечно, на клинику подобные вещи интегрировать сложно. Другая попытка, другая попытка, интуитивная, она понятная. Мы берем опухоль, получаем из нее клеточную культуру, получаем из нее даже ксенограф. Что такое ксенограф? Это не просто клетки, которые живут в культуре, это те клетки опухолевые, которые пересажены животному. И там можем делать довольно хорошие лекарственные тесты. Тут какая колоссальная проблема? Опухоль у вас гетерогенная. И те опухолевые клоны, которые растут в чашке Петри или у животного, это вовсе не совсем та популяция клеток, которая формирует опухолевый очаг. И вы можете получить клеточную культуру, сделать абсолютно информативный лекарственный тест, а опухоль на эти лекарства реагировать не будет. Абсолютно то же самое с бактериальными инфекциями. Если бы у нас посев, который делается на чашке Петри, демонстрировал, как будут бактерии реагировать в условиях реального организма, у нас бы не было инфекционных заболеваний. А реально сплошь и рядом, когда у нас есть посев, есть антибиотики выбора, а выясняется, что когда эти антибиотики действуют на фоне организма, то там другие популяции микроорганизмов от того же больного и совершенно другой ответ на лечение. Здесь на самом-то деле параллели с микробиологией очень существенные. Ну, если по мутационным вот этим НГС-тестам есть какие-то клинические испытания, а там понятно, 2% больных отвечают на терапию, то в данном случае есть систематичные попытки получать культуру клеток, получать ксенографты. Но что это дает пациентам, пока непонятно, пока только накапливаются такие коллекции. Более того, если мы говорим про ксенографты, это требует работы с мышами, с мышами иммунодефицитными, но это безумно громоздкая работа. Невозможно для каждого пациента пересадить опухоль 60-ти мышам, ждать, пока опухоль проживется, сделать лекарственные тесты нереально. Мне, например, нравятся попытки, опять же, это не факт, что будет работать, но попроще есть существо, так называемая зиаброфиш, специфика этой рыбки, что она прозрачная. Вот ей пытаются пересадить опухоль и смотреть, а в воду добавляют лекарственные препараты. Ну, опять же, проблема какая? Меланома у вас видна, а если вы обычную опухоль перевьете, даже если она перевьется, вы ее не увидите на этой рыбе, то есть здесь визуализация не работает, ну и как-то вот тому, что препараты лить в аквариум, морально, в общем-то, согласитесь, это странное занятие. Ну и, наконец, заключительный слайд. К сожалению, на сегодняшний день настоящих полезных тестов мало, и они очень помогают там, где есть, но они мало. К сожалению, к сожалению, двигатель прогресса здесь фармацевтическая индустрия, соответственно, цитостатики, которые очень нужны, ими никто не занимается, здесь практически нет никаких работ, потому что нет заинтересованных лиц. Это очень печально, потому что на самом-то деле это извечная проблема, если при раке легкого, где есть несколько альтернативных схем, какую из них дать. До сегодняшний день целому ряду пациентов молекулярная диагностика помогла в исключительной мере, но все-таки это небольшая пропорция от общего количества онкологических больных. На сегодняшний день впервые появились тесты, применяемые для резистентных клонов. Это уже осмысленный выбор последующих линий терапии, когда нам не столь важно, что было на старте, как выглядит исходная опухоль, нам куда важнее, как произошла эволюция опухоли в процессе лечения. Ну и наконец все мы ожидаем, что секвенирование наследственного поколения будет применяться в большей части. Здесь несомненно и уровень знаний повысится, потому что все-таки пока еще экспоненциальный этап накопления клинически значимых знаний, ну и для диагностики станет более интересным. Спасибо за внимание. Вопросы? Да, пожалуйста. Крайне познавательный вопрос, чисто клинического характера. Сейчас очень много работ, которые описывают эффективность реиндукции барафангибиторами при метастатической меланоме. В клиническую практику пока это не входит, нигде, однако работы есть. Как вы относитесь к необходимости повторной биопсии очага метастатического при меланоме после, например, прогрессирования набора в ингибиторах и уже последующей какой-то терапии для определения возможного будущего эффекта реиндукции терапии ингибиторами тирозинкиназа? В подавляющем большинстве случаев сама по себе ребиопсия до начала исследования мало чего даст. Там есть всякие мутации, но вы меня спросите, чем их всех анализировать проще неделю попробовать барафангибитор. А вот на мой взгляд, где тут действительно можно работать, это попросить морфолога взять исходную биопсию в качестве контроля и спустя неделю после лечения биопсии, чтобы посмотреть эффект. Если эффект набирав ингибитора есть, морфолог вам этот эффект увидит спустя неделю. И так как меланомы более или менее поверхностные опухоли, здесь не так тяжело решаться на ребиопсию. Так пока не делается, но вот это, на мой взгляд, очень такой разумный подход и с точки зрения защиты интересов пациента и с точки зрения расходования препаратов. Спасибо. Опять же, надо понимать, что критерии должны быть отработаны. Все-таки не о диванной терапии есть какие-то, но это все вопросы, которые на самом-то деле требуются однократные исследования, грубо говоря, проспективные исследования, чтобы тех больных, которые с самого начала лечатся, взять 15 человек, которые получают отбирав ингибиторы, сделать биопсию в начале, биопсию через неделю и дальше прокоррелировать с ответом. И вам морфолог скажет, видит он или нет, что он видит в случае ответа. Григорий Александрович, вы согласны более или менее или у вас комментарии? Спасибо. Еще какие вопросы? На сегодняшний день анализа плазмы интегрированного в клиническую практику у больных колоректальным раком нет. Я думаю, честно говоря, если будет, то очень нескоро, потому что что вам нужно? Вам надо знать, опухоль имеет КРАС мутацию или нет? Я бы на плазму не полагался. Ни в ту, ни в другую сторону. Поэтому я считаю, что на сегодняшний день, если брать реалии, жидкостной биопсии нет места для лечения больных колоректальным раком. На сегодняшний день. Посмотрим же. Про перспективы можно говорить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...